Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Сразу представлю гостя в нашей студии, учителя года Самары Екатерина Сынжирян. И будем говорить о профессии, конкурсе, который выявляет лучших педагогов, и о современной школе. Здравствуйте, Екатерина Васильевна. Здравствуйте! Ну, во-первых, мы вас поздравляем с победой. Огромное спасибо. Потому что у Самары такая хорошая традиция. Побеждает учитель в конкурсе «Учитель года», потом в городе, потом выдвигается дальше, и там тоже побеждает. Мы вам желаем сразу этого тоже. Хотелось бы продолжить традицию. Скажите, пожалуйста, как принимаете решение участвовать в конкурсе вот таком на лучшего профессионала-педагога? Ведь это очень как бы ответственно и серьезно. Ты действительно очень ответственно, но в моем случае решение принимал директор школы. И вы просто подчинились? Скажем так, я с удовольствием согласилась. Да, вот, да, это хорошо. Ну, знаете что, вот неожиданно, что учитель физкультуры, потому что мы привыкли, да, такие более фундаментальные науки участвуют, те, кто их, так скажем, популяризирует. А у вас физкультура. Не было такого удивления? Вы знаете, действительно удивление было, потому что мы привыкли, что действительно школу представляют учителя довольно точных наук. Физика, математика и, конечно, история в прошлом году. Но, тем не менее, как бы это действительно было для меня интересным, новым, и поэтому мы семимильными шагами пошли вперед. Скажите, пожалуйста, Екатерина, вот ваше решение стать преподавателем физкультуры в школе, как это все сложилось? Вы с детства мечтали, занимались, вот как вырисовывается такая картинка, что вы занимались спортом, очень любите его, и потом решили вот это, подарите детям такую любовь. Вы знаете, честно говоря, с детства я об этом не мечтала, потому что мама отдала меня на музыку, я несколько лет училась играть на скрипке, и мама видела все-таки меня музыкантом. Но по определенным обстоятельствам с музыкой не заладилось по здоровью, и потом вот, видимо, начался поиск, где же я себя должна найти, когда я уже поняла, что здоровье-то вернулось. И вот все секции, которые были в школе, я перепробовала все, что только можно. Спортивные именно. Спортивные. Это было и тэквондо, и гимнастика, вот всего по чуть-чуть. А вскоре построилась новая школа, 176-я, она была в довольно близком расстоянии от дома. Мы не упустили возможности попасть в эту школу, и именно здесь, скажем так, появился человек, который именно подарил мне любовь к спорту. Это был учитель физкультуры Васильев Андрей Александрович, и он создал секцию женского футбола. То есть тогда это была новинка, это было интересно. И в одно прекрасное лето он привез нас в спортивный лагерь, где, скажем так, под свое крыло нас взял другой учитель, тренер Анатолий Николаевич Абузяров. Мы несколько лет прозанимались футболом, и как-то вот карьера стала выстраиваться, что все, мы теперь футболисты. Но, к сожалению, у нас были большие конкуренты в городе Самар, и пришла идея именно перейти в хоккей на траве. То есть это была та изюминка, которой в городе еще не было. И вот, видимо, в связи с тем, что такой новый вид спорта, хотя мужская сборная на тот момент уже очень хорошо выступала, и меньше, чем второе место на России они уже тогда не занимали. Это были профессионалы, к сожалению, вот сейчас уже немножечко не тот уровень мужской сборной, женская, к сожалению, совсем рассыпалась. Но, тем не менее, вот эта спортивная закалка и тогда возможность поступить в училище Олимпийского резерва дали Институт физической культуры. Вот здесь уже выстроилась четкая линия, что я хочу остаться именно в спорте. Ну вот самое главное, что сыграло роль личности учителя, да, вот в вашей жизни. Однозначно, да. Это вот первый учитель физической культуры, который действительно просто дал понять, что движение — это жизнь. Да, потому что мы много говорим о том, что вот учитель много значит в жизни. Каждого человека иногда бывает таким вот толкающей силой, куда-то вот двигает этого человека, даже вот судьбу как-то предрешает и настраивает именно на этот путь. Скажите, пожалуйста, вот... Для того, у нас жизнь не развелась этим учителем. Мы сейчас работаем в паре, я же вернулась работать именно в ту школу, где и начинала. И мой же директор, которая всегда была с нами рядом, сейчас по-прежнему руководитель нашей школы, и учитель физической культуры вместе со мной, вернее, я вместе с ним под его крылом мы вместе работаем. А как долго вы уже работаете? Какой у вас старший? В школе с 2006 года. С 2006 года. Скажите, пожалуйста, у учителя физкультуры есть какая-то специализация? Или вы должны дать всем вот школьникам приблизительно одинаковые знания? Здесь немножко, здесь по бегу, там по лыжам, еще почему-то. Как это все происходит? По программе мы, безусловно, должны дать абсолютно все. То есть мы не имеем права выбросить что-то из программы. Просто взять и этот кусочек куда-то унести в далекую какую-то коробочку. Нет, мы должны действительно дать все. Если это сейчас была зима, то мы ходим на лыжах, весна-лето, легкая атлетика, погода испортилась, соответственно, все спортивные игры. Но есть вариативная часть, куда мы можем привнести что-то свое интересное. Да, и поэтому, конечно, фитбол здесь был спасением. То есть тот яркий мячик, с которым можно и поиграть, и который серьезный спортивный снаряд, и с ним действительно очень сложно обращаться. Даже взрослым мужчинам с хорошей физической подготовкой. И вот поэтому, конечно, здесь еще такой момент, когда появилась внеурочная деятельность. То есть вот уже ребята до седьмого класса имеют еще возможность приходить дополнительно на занятия фитболом и, соответственно, тоже заниматься. Вы заинтересовали, наверное, многих вот этим красивым ярким мячом и тем, что это очень хорошо действует на мышечные корсеты и так далее. Но вот я хотела все-таки вернуться к конкурсу. Достаточно приходило у участников конкурса, и все говорили, что это ужасный труд, подготовка, участие, это и морально, и физически очень тяжело. Как вы прошли со своей физической хорошей формой вот такое испытание? Знаете, они абсолютно правы. Это действительно серьезная работа. То есть та вот картинка, которую видно на конкурсе, даже самое долгое испытание в виде урока. Кажется, да, все легко. Мы ведь делаем это каждый день, но это все-таки конкурсный урок, и ты к нему готовишься по-особенному. Ты какие-то ищешь интересные моменты, которые ты применяешь, но тем не менее хочется еще чем-то удивить. И детей, которых ты видишь впервые, и, соответственно, жюри, которое сидит, их всегда очень много. И это особенно страшно, потому что все-таки на уроках это наша территория, и мы глаза в глаза с учениками. А когда еще строгое жюри, компетентное, это действительно очень ответственно. Подготовка, вы знаете, я вот даже затрудняюсь сказать, вот временные рамки подготовки к каждому мероприятию. Потому что районный, например, конкурс, он был не под эгидой учитель года, он был в новой школе новый учитель. Но тем не менее мы тоже уже какие-то элементы заданий готовили. И сначала мы начинали с сайта. Он вроде бы есть, но тем не менее есть определенные критерии, по которым он должен соответствовать. И это тоже кропотливая работа, добавить какие-то, допустим, разделы, что-то туда обновлять регулярно. А ведь уроки никуда не деваются, нужно успеть и уроки провести, соответственно, еще уделить время этому. И то есть, когда закончился район, и хотелось немножечко выдохнуть, перед Новым годом уже начался город. И, соответственно, визитная карточка, необходимо что-то доделать, что-то привнести интересное. Снова возвращаемся к этим моментам. Новый год прошел, здесь уже открытый урок, здесь классные часы и, соответственно, методический семинар и мастер-класс. И получается, что сколько бы времени мы не отводили на подготовку, всегда не хватает несколько ночных часов. И это именно поставил будильник, встал посреди ночи, вроде немного поспал. Что-то сидишь опять учишь, повторяешь, что-то сам с собой обсуждаешь, потому что не знаешь, какие могут быть вопросы. Ведь жюри всегда задает вопросы. И ты не знаешь, в какую сторону они могут увести эти вопросы. И поэтому такой вот недосып хронический, он действительно был. Но три недели ожидания решения дали возможность выспаться. Поэтому сейчас уже можно сказать, что бессонные ночи встречаем смело. Да. Ну давайте посмотрим, как все это было. У нас есть сюжет с такого мероприятия, как, по-моему, награждение. Сейчас мы увидим, но потом продолжим разговор. Вошла в шестерку лучших педагогов и стала лучшим молодым учителем Самары. Для Ксении Лазаревой это первая столь крупная победа. Преподаватель физкультуры уверена, спорт важный предмет. Он помогает детям быть сильными и целеустремленными. Любому педагогу нужно пройти через конкурс обязательно, потому что действительно он дает очень многое. Я для себя считаю, что это не последняя ступенька в моей карьере и что в дальнейшем тоже буду участвовать. Главная награда, звезда и звание лучшего учителя Самары присвоена Екатерине Санжирян, педагогу школы номер 176. Что примечательно, она тоже преподает физическую культуру. Статуэтку победителя она получает из рук главы Самары и своего коллеги Сергея Кочерешко. В прошлом году именно он стал первым самарцем, кто выиграл всероссийский этап конкурса «Учитель года». Глава города Олег Фурсов взял с Екатерины Санжирян обещание подготовить к чемпионату 18-го года выдающихся спортсменов. Также он отметил, многое в Самаре делается в сфере образования. Впервые за четверть века в городе заложены две новые школы. Это в поселке Волгарь, в поселке Крутые Ключи, так называемый кошелый проект. Это тоже черта нашего сегодняшнего времени. Мы активно реконструируем школы. Мы возвращаем школы, ранее переданные в ведение сторонних организаций, в муниципальную собственность. Сегодня подвели итоги еще нескольких конкурсов профессионального мастерства. Грамотами отмечены лучшие работники сферы образования, директора, учителя, воспитатели, психологи и логопеды. Наверное, самый именитый педагог всегда стриптом относится, как же оценивают его труд родители. Поэтому я хочу сказать вам сегодня огромное спасибо от всех самарских матерей за то, что вы выбрали эту профессию и за то, что вы ей останетесь в губернии. Теперь финалисты будут представлять Самару на областном этапе конкурса «Учитель года-2016». И уже этой осенью губернанская столица впервые примет участников всероссийского этапа. Именно в нашем городе назовут имя лучшего учителя страны. Вот только вы сказали, что обессонные ночи позади, а тут вот мы слышим, что вы будете дальше участвовать. Такое решение приняли уже в окружном участвовать в конкурсе? Это же тоже? Честно сказать, мы даже не сомневались. Нам сказали, что возможность участвовать в областном конкурсе будет у всех шести финалистов. Поэтому все шесть теперь уже сдружившихся учительниц мы уже теперь все будем участвовать там. То, что касается, например, молодого педагога Ксении, очень приятно, что я тоже учитель физической культуры, выпускница нашего педа-университета, одна из моих бывших студентов. Поэтому мы знакомы очень давно с Ксенией. Да, это очень приятно. Скажите, разница между городским и окружным конкурсами на лучшего учителя года в чем? Там есть дополнительные конкурсы. Здесь на городском конкурсе у нас был отдельный методический семинар, где мы говорили об опыте работы, о том, какие есть результаты, о планах на будущее. И отдельно была визитная карточка, где мы просто представляли, как мы выбрали профессию, соответственно, какие у нас были проблемы, какие идеи, как мы вышли на свою педагогическую идею. Здесь все будет совмещено в одно мероприятие, именно визитка. Но там мы должны рассказать и про опыт работы, и про результаты, и, соответственно, про планы. После этого мы снова даем открытый урок в зависимости от планирования 53-й школы. Буквально на следующий день у нас будет открытая дискуссия. Это мероприятие для шестерых, потому что нас разделят на три группы. И эта дискуссия будет по одной из тем. Тем шесть. Мы ее узнаем накануне. Мы их все знаем заранее, но только одну мы узнаем, по какой будет дискуссия. У нас будет модератор, который будет нас, видимо, спрашивать, передавать слово, отставить свою точку зрения. И уже 17-го числа нам объявят ту пятерку, которая выходит в финал. Только эта пятерка будет участвовать в мастер-классе и в самом, мне кажется, сложном конкурсе. Это круглый стол с министром образования. И, соответственно, снова почти месяц ожидания результата, кто будет первый уже на области. Это случится только 21 апреля в филармонии. Такое интересное сочетание с словой понятия дискуссия в отношении физкультуры. О чем там можно вообще спорить, размышлять и что-то отстаивать? Сегодня какие есть спорные проблемы, может, моменты именно вашей профессии? То, что касается отстаивания своего мнения на конкурсе, здесь не имеется в виду именно физкультура. Дело в том, что мы настолько сейчас все объединены какими-то заданиями, которые непосредственно не касаются даже наших предметов. Например, вот на городе, где был классный час, то есть хорошо, что у меня есть классное руководство. И есть определенный, хотя очень маленький опыт, у меня только с этого года 5-й С-класс, ведение именно классных часов и дискуссий. То есть, например, темы были «Социальная сеть. Добро или зло?» «Легко ли быть здоровым?» «Что такое чувство ответственности?» То есть, связать с физкультурой, конечно, всегда можно, но это не непосредственная деятельность, которая происходит на классных часах. И здесь тоже темы именно отвлеченные, то есть они в общих чертах. Например, одна из тем есть образ педагога в отечественном кинематографе, как менялся этот образ. Вот, поэтому здесь сказать, что я как учитель физкультуры всегда со своей, например, точки зрения могу что-то сказать. Нет, здесь приходится все больше и больше искать какие-то резервы, где пополнить определенные, например, знания, какие-то события, вплоть до того, что рекомендуют какие-то статистические данные, собственно говоря, которые не так часто интересуют нас. А то, что касается проблем непосредственных сейчас на уроках физкультуры, я не знаю, у нас, можно сказать, что, наверное, на территории нашей школы нет проблем. В некоторых школах не проходит гимнастика, у нас есть абсолютно все снаряды, мы всегда во второй четверти выставляем и разные высокие брусья, и параллельные брусья, и все опорные прыжки через того же гимнастического козла, коня, у нас все это есть. У нас есть лыжная база, и дети имеют возможность ходить на лыжах. У нас есть запасы всех мячей, вплоть до фитболов. То есть каких-то вот проблем с проведением занятий у нас нет. К нам приходят всегда студенты на практику, благодаря честному сотрудничеству с институтом физкультуры. У нас жизнь кипит, мы ходим на конференции с ребятами, они участвуют. Вот, кстати, Самарский спортивный лицей, который представляет Ксения, они ежегодно проводят конференцию физической культуры, спор и здоровье. Мы стараемся не отставать от всех школ, а тоже принимать участие. Поэтому жизнь у нас кипит. И сказать, что физкультура – это только тот предмет, где дети пришли и поиграли, нельзя. Это точно такой же серьезный предмет, к которому нужно относиться не только с интересом, но и с уважением. Да. Вот часто бывает дискуссия, нужно ли воспитание в школе, либо это только образовательный момент, детей учат, там, наукам, физкультуре занятием и так далее. Вот воспитательный момент в уроках физкультуры у вас присутствует? И вы вообще делаете на эту ставку или это само собой просто идет? Нет, безусловно. И что воспитывается на уроках физкультуры? Образование как передача знаний – это, конечно, будет только один какой-то вот такой момент. Безусловно, воспитательный момент и существует. И существует в физкультуре, может быть, даже в первую очередь. Ведь это то пространство, где дети позволяют себе раскрыться, расслабиться. Они сидят настолько зажатые на уроках и сосредоточены, что когда они приходят в спортивный зал или на открытую площадку, здесь они уже могут позволить себе все свои чувства проявить. И, конечно, есть и определенные какие-то, например, конфликты между детьми, которые, конечно, мы как-то стараемся сгладить, глаза в глаза поговорить и эту ситуацию поразмыслить и, скажем так, сделать определенные акценты. Я не могу сказать, что, например, конфликтные ситуации только могут быть моментом для воспитания. Иногда это даже просто какой-то, скажем так, унылый вид ребенка. Это лично меня всегда приводит в какой-то дискомфорт. Я всегда спрашиваю, у вас все хорошо? Ребята, вот меня настораживает отсутствие улыбки на уроке. И поэтому очень часто дети действительно делятся, что с ними происходит. У нас, например, даже появилась традиция, если кто-то именинник, мы можем какое-то время уделить на поздравления, вплоть до того, что отменить, например, из двух уроков какую-то часть и позволить себе скушать торт. То есть, как бы, не знаю, я стараюсь действительно дружить с детьми. И если с кем-то, даже пока еще какие-то далекие отношения, учитель-ученик, я думаю, что со временем мы придем в дружеские отношения. Те выпускники, которые уже выпустились, мы с удовольствием поддержим отношения, они очень часто переписываются со мной. И после новостей о том, что стала учителем год, было очень много сообщений. Я говорю, ребята, мне кажется, у меня сегодня день рождения. Потому что в день рождения всегда много поздравлений. И очень приятно, что действительно и студенты, с которыми мы общаемся до сих пор, и ученики, не забывают. Ну вот со временем у каждого профессионала накапливается мастерство, какие-то секреты. Вот у вас уже есть такой багажник, в котором, вот вы знаете, как нужно действовать? Вот что уже накопилось? Когда вы раньше начинали, вы так думали, а сейчас вы думаете. Вы знаете, вот когда я пришла в школу, мне казалось, что очень правильно действительно каждый момент, чтобы соответствовал программе, и что если это запланировано сегодня, то это нужно сделать именно сегодня. Спустя 10 лет, я не могу сказать, что это большой срок, но все-таки какой-то опыт уже сложился. Я себе позволяю, например, изменить какие-то игры, поменять местами, например, что-то в программе. И те же самые нормативы, например, которые ребята сдают, мы тоже немножечко теперь уже варьируем в зависимости от того, насколько это сегодня уместно. Если я вижу, что, например, у ребят сегодня нет хорошего, например, настроения для сдачи какого-то норматива, ну почему его не перенести на следующий урок? Ведь он никуда не денется. Мы снова встретимся, проведем хорошую разминку, сдадим нормативы, выставим оценки и позволим себе в конце урока поиграть, расслабиться и с хорошим настроением уйти. А то, что касается, например, каких-то изюминок, но на данный момент, конечно, моя изюминка – это вот фитбол. То есть настолько, как бы вот он мне стал родным, и я без него никуда, вплоть до того, что у меня по дому ребенок играет с огромным фитболом, который всегда везде мешает, но уже даже дома. Я не представляю, например, себе лишний раз сесть на стол или сесть на тот же самый фитбол. Поэтому, наверное, какие-то вот эти моменты стали более такими интересными, близкими для меня. Да. А вы чувствуете, что меняется отношение детей к урокам физкультуры? Вот было время, что не очень любили как-то детям ходить, отлынивали, еще что-то, и считалось, что несерьезно. Ну вот я на математику, я не пропущу, а на физкультуру, ну подумаешь, не пойду. Потом как-то там что-то сдам, норматив, и поставят мне там тройку, четверку. Вы знаете, вот, наверное, сейчас… Это вот на здоровый образ жизни сегодня, да? Мне кажется, вся молодежь уже стремится там в какие-то фитнес-клубы, еще куда-то. Совершенно верно, да. Особенно это заметно, когда именно в подростковом возрасте, то есть они уже начинают понимать, что какие-то особенности их тела не совсем их удовлетворяют. Например, что-то они пытаются сдать, а не получается. И, конечно, вот их личностный рост, когда они заинтересованы в этом, безусловно, уже они приходят на уроки с четким осознанием того, что они хотят. Ну и, конечно, к нам на помощь пришло ГТО, сдача нормативов. Это именно тот момент. Это уже обязательно, да, вот введено в школу ГТО, сдача ГТО или нет? Ну, то, что касается непосредственно обязательности, у нас это сейчас на усмотрение учеников. Мы их не заставляем, но очень интересная ситуация. 11 классы, те, кто поступают в институты, несколько институтов дают хорошие баллы. Некоторые, конечно, очень скромные, только за золотой знак. Но, тем не менее, часть учеников сейчас ходят с Андреем Александровичем и сдают эти нормативы. А некоторые очень сильно обижены тем, что они сейчас еще в среднем звене, буквально там 7-8 класс. До института далеко, но они сердцем чувствуют, что они сдали бы точно на золотой значок. Почему мы вот еще не ходим и не сдаем? Дело в том, что в Самаре сейчас вот эти все площадки, они, скажем так, еще пробные. И поэтому сейчас пока планомерно на небольшом количестве детей, 11-классников, хотя это уже по городу довольно большое количество детей, ведь со всех районов 11-классники сдают. И поэтому сейчас пока планомерно только некая группа сдаёт. Но наши дети очень надеются, что со следующего года они вместе с родителями могут попасть на эти базы и могут сдать какой-то норматив. Вот поэтому, конечно, обидно за тех ребят, которые сильные, ловкие и пока не имеют возможности заработать этот золотой значок. Да. Между прочим, там очень сложно заработать золотой знак. То есть это не один норматив какой-то сдать и сразу получить. То есть там целый перечень нормативов. Есть обязательные четыре, есть дополнительные. И то есть для того, чтобы получить именно золотой знак отличия, нужно порядка восьми нормативов сдать на самый высокий результат. Это титанический труд. Ведь они плавают, стреляют, бегают, метают, вплоть до туристического похода. А вот значок ГТО даёт какие-то преимущества? Почему так стремятся? Вот для одиннадцатиклассников за золотой знак в институтах добавляют баллы. То есть как бы это является стимулом для одиннадцатиклассников. Но очень хочется узнать и ваше личное мнение о здоровом образе жизни, как вы лично его придерживаетесь. Наверное, вам хватает и уроков физкультуры, конечно, и всё-таки. Вот это понятие. Мы часто говорим здоровый образ жизни. А вот что это включается в него и как правильно жить? Вы знаете, то, что касается непосредственно, например, моей двигательной активности, на уроках ведь в основном мы показываем упражнения, рассказываем, но не делаем всё, что делают дети. Хотя, например, те элементы, которые необходимо выполнить для оценки, мы стараемся показывать сами. То есть мы и на брусья сами залазим и выполняем все эти элементы, и те же самые опорные прыжки. Слава богу, пока мы в состоянии прыгать, будем прыгать и дальше. И на лыжах мы сами вместе с детьми выходим. Но всё равно именно той физической нагрузкой, которую привыкли получать во время спорта, потому что практически все учителя – это в прошлом спортсмены, конечно, не получаешь. Но вот в летний период, конечно, меня спасает то, что мы с, скажем так, уже ветеранами хоккейной траве встречаемся по выходным, и два-три часа можем просто не останавливаясь играть в хоккей. И вот пока уже сил хватает, мы всё ещё играем. А вот в зимний период, безусловно, мы с коллегами стараемся найти какие-то интересные комплексы, и в свободное от уроков время, девочки, идём. Потому что мужчины у нас и так в прекрасной форме, это только женщины всегда корректируют и корректируют. Поэтому мы с Натальей Юрьевной и Ларисой Николаевной стараемся найти что-то всегда интересное. К нам присоединились коллеги с работы. У нас же есть ещё подшефтный детский сад. Подшефтный – это громко сказано. Это наш родной детский сад, то есть он непосредственно часть нашей школы. И вот коллеги с детского сада тоже приходят к нам в школу, и мы достаём мячи. То есть физическая активность – это обязательно для любого человека? Однозначно. Движение – это жизнь. Избитая фраза, она действительно такая. И в день, если активно двигаться, ходить или что-то, вот сколько по времени это должно быть? Знаете, здесь зависит не от времени, потому что дело в том, что у нас у всех физическое состояние абсолютно разное. Да, у кого-то здоровые сердца, а у кого-то сердце не самые здоровые люди, которые, например, увлекаются фитнесом, не всегда это идёт на пользу. Большое количество километров пробежать на этой же дорожке беговой, и после чего попасть в больницу – это не самый лучший вариант. Знаете, оздоровительная ходьба, плюс вот сейчас добавила скандинавская ходьба, можно увидеть, да, действительно очень полезна. Просто если вы будете прогулочным шагом идти, ну, скажем так, эффект нулевой. А если в таком среднем темпе, как будто вы немного опаздываете на работу, то есть вот это уже и будет оздоровительной ходьбой. А в принципе в течение недели достаточно заниматься 2-3 раза, но опять же по вашему самочувствию. То есть это должно приносить в первую очередь удовольствие. Если вы любите бегать, пожалуйста, утренняя пробежка. Если вы любите что-то активное, может быть, это даже будут танцы. Вполне возможно, аэробика с танцами, с мечом. Направлений сейчас масса, а люди, которые любят расслабиться, но при этом поддержать себя в форме, пожалуйста, пилатес, колонетика, йога. Да, да, да. Интересно, да. Вот главное, чтобы себя… мотивация была, да? Однозначно, да. Вот это вот очень важно. Чтобы мотивация, а дальше уже как-то пойдет. Чтобы вы пришли с занятия, и у вас был не уставший вид, боже, я дожила до конца занятия. А чтобы вы почувствовали именно удовольствие от движения, чтобы у вас еще больше загорелись глаза, и вы ждали, когда же будет следующее занятие. Скажите, пожалуйста, а перед преподавателями физкультуры в современной школе какие стоят задачи? Ведь это тоже как бы важно, а не просто вот прийти там. Ну, вы знаете, у нас, скажем так, нету жестких рамок, где мы можем еще себя проявить. То есть у нас непосредственно, конечно, основная форма организации занятий – это урок. Плюс сейчас у нас добавилась внеурочная деятельность, где мы можем каждый увлечься тем видом спорта, который нам нравится. Это может быть и волейбол, и футбол, и тот же самый фитбол. То есть это уже на усмотрение того предметника, которому ближе какая-то именно узкая специализация. Кроме внеурочной деятельности, опять же, мы можем участвовать в конкурсах. Я не имею в виду профессиональные, я имею в виду с детьми. Те же самые конференции, какие-то спортивные соревнования. Кроме этого, сейчас очень много интернет каких-то конкурсов, где, опять же, можно проявить даже вплоть до фотоконкурсов, но на спортивную тематику. И поэтому сейчас очень много требований для учителя по созданию новых программ. То есть, если уже есть прописанные, например, мы придерживаемся Матвеева, то к нему мы можем добавить еще какие-то свои новинки. Сейчас очень приветствуются, например, авторские программы, что, соответственно, тоже требует больших усилий и временных возможностей. Поэтому, конечно, сейчас, как и к любому другому предмету, очень много требований. Даже в заполнении той же самой документации Сергей Сергеевич про это говорил, и мы каждый раз вспоминаем. Поэтому, конечно, времени мало, возможностей много, желания много. Осталось только время попросить задержаться немного. Ну, вы доказали уже тем, что стали лучшим учителем города Самара, тем, что то, что выбрали правильную профессию для себя, да, таких результатов не добиваются, если это нелюбимые, и это какая-то такая профессия. А вообще, вот профессия педагога, что для вас вообще, педагогика? Вот что вы вкладываете в это? Вы знаете, для меня, наверное, самое ценное – это общение. Вот как бы, наверное, со стороны это не смотрелось. Интересный поворот. Я смог, я смогла, я это сделала. То есть вот эти живые эмоции, общение для меня самое ценное. Потому что все то, что заложено по программе, при желании и при эмоциях, все получится. При отношении – ну да, я прыгну. Ну хорошо, я пробегу. Это не урок физкультуры. Да, то есть ваш такой рецепт – результат через общение, да? Через общение и через эмоции. Через эмоции. Ну замечательно. Ну мы желаем вам дальнейших успехов. Огромное спасибо. Хороших учеников. Они все хорошие. Вот тоже, вот отношение педагога к ученикам тоже очень важно. То, что вы так к ним относитесь. Спасибо еще раз за то, что к нам пришли. Успехов. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Огромное спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!